Здравствуйте! В эфире новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях, произошедших в регионе, расскажут корреспонденты телеканала и я, Екатерина Хигай. И вот главные темы выпуска. Пропавшего Ярослава из села Ахмерова продолжают искать. В Оренбурге обсудили реализацию стратегии государственной нацполитики страны. Оренбуржцев ждут спектакли Нижегородского академического театра драмы. В регионе открыли новый туристический маршрут. Подробнее об этом далее в выпуске. Пропавшего Ярослава из села Ахмерова продолжают искать. Масштабная поисковая операция стартовала 11 мая в Новосергиевском районе. На месте поисков работают сотрудники отдела полиции по Новосергиевскому району, а также сотрудники соседних отделов полиции Оренбургской области, Следственного комитета и волонтеры. Напомним, с лета прошлого года ищут пропавшего Ярослава Степанова. Мальчик ушел со двора 24 июля 2022 года. Ребенка искали до ноября. Весной 2023 года поиски возобновили. Пока все безрезультатно. В Оренбурге состоялся семинар совещания с заместителями высших должностных лиц 14 регионов Приворского федерального округа. Обсуждалась тема этноконфессиональных отношений. Об особенностях межнациональных связей в Оренбургской области расскажем в сюжете. Совещания по теме межэтнических отношений проводятся ежегодно. Подобные мероприятия помогают выявить или предотвратить появление многих социальных проблем, которые связаны с различиями культур. Приворский округ, фактически все субъекты его формировались исторически как многонациональные, многоэтнические. И вот этот опыт межэтнического, межкультурного общения позволяет констатировать, что сегодня ситуация в сфере межнациональных отношений благоприятная, стабильная. Это подтверждает социологические исследования. И такой один из важнейших показателей, как уровень общероссийской гражданской идентичности. Приворский федеральный округ в целом и Оренбургская область, в которой мы сегодня встречаемся, являются благополучными с точки зрения состояния межнациональных отношений. Приворский федеральный округ вообще лидер в стране по основным показателям. Здесь почти 90% населения считает состояние межнациональных отношений положительным. Вопрос межнациональных отношений для Оренбургской области особенно важен. Национальный состав региона и сегодня сохраняет свое разнообразие, а значит требует особо чуткого внимания. Конечно же мы являемся такой транзитной территорией, которая важна для нашей страны, по связи с Азией. И если бы как на территории области, так и на всей стране не было построено взаимоотношения, выстроенные со всеми нашими сопредельными государствами, конечно сложно было бы. На данном этапе мы на самом деле с одной стороны удовлетворены тем, что получили достаточно высокую оценку ситуации и работы. Мы ситуация по оценке именно населения, уровня межнациональных отношений, она выше чем в среднем по России, на ведущих местах мы находимся. С другой стороны это не повод для того, чтобы останавливаться, потому что эти вопросы затрагивают буквально все сферы нашей жизни. По словам губернатора, сегодня в Оренбуржье выстроена система конструктивного диалога с институтами гражданского общества. Создано 132 национально-культурных общественных объединения. Свои национальные организации имеют 22 этнические группы. Артем Вербицкий, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Оренбуржцы позвали на встречу губернатора. Причина – закрытая дорога между пригородным и жилгородком. В конце декабря прошлого года во время прямой линии губернатор заинтересовался этой проблемой и серьезно поговорил с главой Оренбургского района Василием Шмариным, который рассказал, что проблема ждет судебного решения. Тогда Денис Паслер поручил найти варианты обеспечения транспорта сообщения между населенными пунктами, чтобы это было удобно для всех. Но несколько месяцев суды по перекрытой дороге идут, а люди по-прежнему ездят лишние 5 километров на машине и ходят пешком до общественного транспорта. Обращение Денису Паслера с приглашением на встречу, подписанное жителями поселка аэропорта Нежинского сельсовета, уже направлено. Приедет ли глава региона на встречу – вопрос открытый. В Оренбурге пройдут большие гастроли Нижегородского академического театра драмы имени Максима Горького. Оренбуржцев ждут новые спектакли. Спектакли пройдут с 11 по 14 мая. В рамках больших гастролей на сцене драматического театра Оренбурга пройдут показы постановок «Волки и овцы», «Женитьба», «Брачный договор» и «Метод Гронхольма». Мы стараемся сохранить ту традицию, тот дар, который действительно российский театр имеет. У нас в репертуаре 34 названия, почти 90% – это классика. На мой взгляд, Островский, представленный нашим театр, очень сильный. Со всеми остальными артистами постарались сделать его действительно не таким, как он есть на самом деле, или как он рассматривается очень многими и актерами, и режиссерами. А если я, опять же, выложу все карты, то и смотреть будет неинтересно. Так что приходите и смотрите. Стать покорителем вершин и познакомиться с уральскими горами стало проще. Новый туристический маршрут «Семь вершин Степного Урала» не только расскажет историю гор, но и покажет живописные места, где они начинаются. Подробности в материале. Если вы считаете, что в Оренбурге одни лишь степи, то вы ошибаетесь. Горный туристический маршрут «Семь вершин Степного Урала» развеет это заблуждение. Его появление стало возможным благодаря научной работе студентки ОГПУ Дарьи Буц, которая стала победителем всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». Совместно помогали в реализации этого проекта, в написании его, в любом случае, где-то корректировали, где-то помогали, ну были наставниками, скажем так. Проект, конечно, был интересен, поэтому его создание на бумаге, скажем так, его презентация была недолгой, потому что она увлекла не только Дашу, но и всех студентов-преподавателей нашего университета. Ну а в целом подготовка к проекту, где в течение года мы ее реализовывали. То есть мы искали помощников, партнеров, мы разрабатывали маршруты, инфраструктуру этого маршрута. И продумывали те моменты, которые будут интересны как туристам, так и нашим студентам для будущих полевых практик и научных исследований. Основная задача проекта состоит в привлечении туристического потока в Оренбуржье, в место, где берут начало Уральские горы. Сам маршрут познакомит туристов со степными красотами региона, а также позволит ощутить восторг покорения, хоть и небольших, но вершин. Идея существует давно. Но нам хотелось бы, чтобы в Оренбургской области было много туристских троп, экологических маршрутов, так как это в наших уральских соседних регионах. И мы решили создать нечто подобное. Эта территория, я думаю, очень популярна. Хребет Карамуруны – это начало уральских гор. Для всех уральцев это очень знаковое место. Плюс еще это степи, это степные горы. Маршрут простирается почти на 70 километров и включает в себя 7 вершин, необходимых для восхождения. Это горы Чесовная, Малиновая, Альянгора, Каратау, Килькан, Носгора и гора Верблюжка. Туристы пройдут по знаменитым Андреевским шишкам и хребту Карамурунтау, или, как его еще называют, хребет спящего дракона. Село Андреевка Саракташского района. Гора Чесовная. Высота почти 383 метра. Именно здесь начинаются уральские горы. Мы находимся на самых-самых передовых складочках Горного Урала. То есть вот здесь, у подножия этих гор, проходит граница между платформенной областью Восточноевропейской и Уральской. Наши оренбургские названия отражены вот в международной стратеграфической шкале. Осельский ярус по реке Осель, Сакмарский ярус по реке Сакмара, но есть еще Уфимский, Казанский и так далее. То есть вот в геологическом смысле территория очень интересная. При этом каждый турист может принять участие в конкурсе «Степной волк». Все, что необходимо, это сделать фотографии у аншлагов на семи вершинах маршрута и предоставить фото организаторам конкурса, после чего вам будет присвоено звание «Степного волка». В скором времени маршрут и положение конкурса появятся на туристическом портале Оренбургской области. Роман Ланцев, Александр Грачев, Телеканал ЮТВ. На этом у меня все еще больше новостей. Смотрите в нашем Телеграм-канале. С вами была Екатерина Хигай. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова